Всем доброе утро. Мы уже не спим. Кекс меня сегодня разбудил рано-рано. Но я вчера очень рано уснула, мои хорошие. И все. И с утра бегает, бесится. Иди играйся. Занимайся своим делом. Не мешай мне снимать. Начинает ножку грызть от стойки. Ну что, мои хорошие. Я вчера была у дочки целый день. Ничего не снимала. Ну, вернее, не целый день, но была полдня у нее. Помогала ей переносить с кухни в спальню кухонные принадлежности, столы там. В общем, мелкобытовую технику. В общем, мелочь все перенесли. Оставили только холодильник, печку, диван, кресло и комод. Все это закрыли пленочкой вчера. И я ушла. А вчера кекс меня тоже разбудил в 5 утра. Поэтому я вчера уже была такая невыспатая. Не грызи ножку. Кексик. Вот. Поэтому я пришла, дочке помогла. Я говорю, пошла я уже домой. Я что-то устала. Я пришла. Вчера вечером легла. И где-то я, наверное, часов в 7 уснула. Потом, правда, просыпалась пару раз еще. Ну, в итоге я выспалась. Сегодня кекс меня разбудил. Еще 4 не было. Где-то, наверное, без 24 было. Ну, вот уже без 5-4 я встала, поднялась. Сижу, пью кофе мои хорошие. Кто кофе пьет, наливайте. Поболтаем чуть-чуть. Кому нравятся мои вот эти утренние посиделки поболтать. Вот. Ну, по крайней мере, вы знаете, хоть я рано проснулась, но я все-таки выспалась. Я чувствую вроде себя выспатой. У меня вчера не было сил даже снимать то, что мы там с дочкой делали, то, что мы переносили. Потому что, ну, честно, вот уже на съемки еще приплюсовать туда съемки уже вообще не было сил. Потому что, ну, вот как мы таскали шкафы тогда еще, да, если кто видел. Смешно, забавно. Я еще и думала это как бы поставить. Но это нужно камеру туда-сюда перемещать. Там еще котенок, там еще ребенок. И, в общем, вот это все. Хотелось быстрее, быстрее все это сделать и уже уйти мне. Поэтому, в общем-то, я даже камеру не доставала вчера у дочки. Ничего не сняла. Вот. Ну, то, что у нее там происходит сейчас, она вам снимет. Вы все увидите в ее видео. Ну, по крайней мере, электрик закончил свою работу. Кекс. Прекращай шуршать. Посмотри на него. Вот ему тут надо будет полазать. Я тебе сейчас дам. Ну-ка, не балуйся. Вот тоже ребенок. Тоже вот ребенок маленький. В общем, по крайней мере, электрик закончил работу свою позавчера еще в маленькой комнате в спальне. Он там уже провел каналы, замазал все это, где розетки будут. Дочка вчера это закрасила. И мы вчера перенесли вот это все в маленькую комнату. Освободили кухню большую для того, чтобы электрик уже сегодня придет и будет работать он в этой кухне. Вот. Ну, а дочка там записала Денечку на стрижку. И я поеду, чтобы побыть с электриком, в общем-то, поприсутствовать. Кто-то должен быть дома. Правильно? Сегодня у нас не планируется такие крупные никакие переносы. Единственное, что может быть, на балконе нужно будет что-то тоже там прибрать, потому что балкон будет открыт, чтобы там не запылилось. Там нужно будет все, наверное, как-то позакрывать, прибирать что-то. Вот. Ну, там, собственно, по мелочи. Может быть, дочь сама это все сделает. Но печка у нас, так как осталась на кухне, она будет закрыта. Поэтому, если что-то нужно будет приготовить, у нас для этого есть мультиварка и микроволновка. Я вам скажу, что мультиварка, вот я как-то, у меня печка сломалась, и, наверное, с полгода я готовила только в мультиварке. Все, что нужно было, все готовила в мультиварке. И могу сказать, что можно очень долгий период времени обойтись вообще без плиты, без печки. Вот. В мультиварке первое, второе можно приготовить, даже если что там, такой вот выпечь немного. Иди сюда. Иди сюда, котейка. Иди сюда. Что ты к моим ногам пристаешь, а? Вот пристает он к моим ногам. Скажи тебе весело, когда я дома, да? Прям веселится, бегает, играет. С ногами моими заигрывает, уже искусал мои ноги. Я уже поняла, у этого котенка, у него проявление чувств происходит, это избыток чувств, когда он начинает кусать ноги. Это он радуется, это он заигрывает, это ему прям надо пообщаться. Ну вот он, есть такие котята, которые ластятся, мурлычат, вот подходят, все. Он не любит на руках, он сейчас с рук уйдет, но сразу начнет приставать к моим ногам. Вот это у него такое проявление любви и чувств. На руках он не сидит, не любит, не ручной. Вот, ну может возле ног прилечь, полежать, вот это вот еще такое. А когда я ухожу, он тут целый день дрыхнет. Я прихожу, он спит, сонный откуда-то, вылазит такой, в общем, целый день спит. Еду оставляю, вся еда на месте. Он начинает кушать уже, когда я пришла. Ну вот такой вот котенок. Кто-то у меня в комментариях спрашивает, какой котенок вам больше нравится, кекс или мило. Ну, все малыши, котятки, они все хорошие. Они мне все нравятся. У каждого свой характер. У этого такой. Ну, я не люблю, конечно, когда меня за пятки кусают, но с другой стороны, я не могу сказать, что мне кекс не нравится. Он по-своему хорош, мило, по-своему хороша. Так что нет у меня каких-то особо предпочтений. Я всех люблю на расстоянии, знаете что. А немножко вот так вот взять, поиграться с котенком какое-то время, там несколько дней, я могу, мне не сложно. А вот так вот постоянно жить, чтобы меня каждый день будили в пять часов, мне не очень-то хотелось бы, знаете. Прочитала вчера в комментариях, пишет одна подписчица. У вас скучная жизнь, магазин, еда, Василек, Фаберлик. Девочки, я не могу сказать, что у меня скучная жизнь. Ну, вообще, во-первых, скучная жизнь это понятие относительное. Это, наверное, пишет тот человек, у которого скучная жизнь. Может быть, так я могу предположить. С другой стороны, если не нравится вам то, что я снимаю, ну, так вас никто не заставляет это смотреть. Я снимаю это для тех, кому это нравится смотреть. Вот и все. Вот. А насчет скучной жизни. Ну, девочки, во-первых, я уже человек такой, знаете, в возрасте, я на пенсии. И, вы знаете, в этом возрасте уже ходить, веселиться там каждую минуту. Ну, уже нету столько энергии, сил. А с другой стороны, просто скучать. У меня нету времени, потому что я снимаю свободно от работы время. Вот я нашла такое, можно сказать, хобби, да. Тем более, это хобби дает мне заработок дополнительный, хоть небольшой, но все-таки какой-то плюс к пенсии. То есть, у меня есть мотивация даже, да, стараться снимать там побольше что-то. Ну, я снимаю жизнь свою, как я живу, да. Вот пишут там, что кто-то хайпится на каких-то там скандалах, там, на чем-то таком. А зачем я буду играть несвойственную мне роль? Вот я не могу понять. Мне это неинтересно. Все время входить в какой-то образ, сыграть какую-то роль для того, чтобы было больше просмотров, больше подписчиков. Мне это не нужно. Я хочу снимать все, как есть. Хочу оставаться сама собой. Вот какая есть, такая есть. Без всяких там прикрас и без приукрас. Когда мне весело, я веселюсь. Когда не весело, не веселюсь. То, что есть, я говорю, то, что думаю, говорю. Мне вот это нравится, быть самой собой. Это, вы знаете, дорогого стоит, я вам хочу сказать. Потому что, когда я была молодая, обычно молодые люди, знаете, примеряют на себя какие-то чьи-то образы, да. То в одном образе, то в другом образе. И я тоже какое-то время по молодости увлеклась вот этими вот разными образами, что я даже, честно говоря, подзабыла, какая я сама есть. И, наверное, даже я не знала, какая я сама есть на самом деле. То есть я все время была в каких-то, наверное, образах. Я так думаю. Потому что я уже, когда начала понимать, вот, как бы сказать, путь к самой себе, которую книжку даже я написала на эту тему, я стала познавать себя и стала самой собой быть. И вот самое главное, самой себе не изменять. То есть быть такая, какая есть. Вот. А если вы сами себя не устраиваете в чем-то, тогда вы сами себя меняете, вот, и делаете так, чтобы вы сами себе нравились, да, чтобы вы сами себя устраивали. Тогда у вас будет жизнь гармоничная, и вы будете счастливы сами по себе, даже без присутствия кого-то. Потому что, когда присутствие кого-то, вот почему человеку скучно одному? Присутствие кого-то, это уже вы можете опять-таки одеть какой-то образ. А вот сами с собой, когда вы находитесь наедине, вот тогда вы находитесь, бываете настоящим. Ну вот, я хочу быть все время настоящей, мне нравится быть одной и ни в каких образах вообще. Я сама решаю, что мне нужно делать. И если мне нужна какая-то подсказка, если у меня какое-то сомнение или какой-то вопрос, я нахожу это в интернете. Я не пытаюсь подстроиться под чьи-то советы. Вот. Мне очень много советов в комментариях дают, да. Вот. Сделайте, например, такую стрижку, а не такую. Кому-то нравится такая, кому-то нравится такая. Кто-то пишет, отпустите волосы длинные, сделайте. Кто-то пишет, покрасьте волосы темные, сделайте. Во-первых, всем не угодишь, а во-вторых, мне нужно, чтобы мне это нравилось. А мне нравится то, что я вот для себя выбрала какую прическу, такую я и буду носить. Ну вот, какая у меня была до того, как оно вот это сейчас все отросло. Вот такую я и буду делать стрижку. Как мне она нравится, мне чтобы с ней было комфортно и визуально нравилось, и комфорт, чтобы был. Комфорт, чтобы был по уходу за волосами и укладывать, чтобы было легко и мыть, и все такое. В общем, поэтому я советы слушаю, но многие советы я игнорирую и поступаю по-своему. Вот так. Ну и вернемся к вопросу о скучной жизни. Вот. У меня была очень веселая молодость, я вам хочу сказать. Тем более я работала певицей, я работала в творчестве. Но я не только певицей работала, на разных работах работала. Но везде, где бы я ни работала, с кем бы я ни общалась, я была человеком веселым, позитивным, жизнерадостным. В общем, я находилась в себе веселье, тут включала музыку. В общем, в конце концов, я сама себя развлекала, развлекала других людей. И, в общем, я не могу сказать, что у меня была скучная жизнь. У меня была очень веселая жизнь, наполненная жизнь. И, в общем-то, на всю катушку, можно сказать, я жила. Очень энергичный человек я была. Но сейчас, на самом деле, да, у меня как бы немножко энергия поутихла. У меня уже не столько сил, например, на многое мне не хватает. И потом у меня свободное, скажем, время. Вот я сейчас на пенсии не работаю, да. Но я считаю, то, что вот я сейчас снимаю, там, монтирую, это тоже какая-то работа. То есть что-то я делаю. И поэтому у меня свободного, в принципе, такого времени, чтобы, знаете, вот, чтобы лежать и думать, вот, скучно мне. Да такого не бывает никогда. Мне не бывает скучно. У меня просто не хватает даже времени просто тупо отдохнуть иногда хочется. Просто полежать, отдохнуть, ничего не делать, посмотреть какие-то сериальчики. У меня даже на это иногда не хватает времени. Так что я вам скажу, у меня жизнь не скучная. Единственное, что, конечно, я снимаю не все прямо подряд, да. Не каждую минуту своей жизни. Многое остается за кадром. Но, извините, всю жизнь показывать тоже нельзя. Поэтому, если что-то есть, может быть, что может быть кому-то интересным, кому-то полезным, что я как-то готовлю по-другому, там, что я готовлю, что я делаю, что я ем, что я думаю, вот сейчас сижу с вами на эту тему, разговариваю, да. Вот то я и снимаю. И снимаю для тех людей, как раз, пусть у меня немного людей, допустим, подписчиков, но снимаю тем, кому это интересно. Моя болтовня, вот это мои размышления, и, в общем, все, что я делаю, мои дела. Что касается Василек и Фаберлик. Девочки, я уже говорила вам, что блогеры сотрудничают с какими-то производителями, делают рекламу. Эту рекламу я делаю раз в месяц, и Василек, и Фаберлик. Это мне дает какой-то дополнительный заработок, и какие-то дополнительные средства по уходу, и также одежда. Вот я, как с Васильком начала сотрудничать уже больше года, на мне вся одежда, мой гардероб, это все практически в основном Василек. Но особенно вся домашняя одежда, это Василек, постельное белье, полотенце и так далее. Ну, кроме обуви, скажем, там пальто, там они не это, а текстиль, вот этот весь, трикотаж, все это полностью меня обеспечивает Василек. Я рекламирую их одежду, я ношу их одежду, вот и все. Не обращайте внимания на то, что колышется занавеска, это у меня тут носится, дуралейчик маленький, вот этот вот, игруля. Ну, пусть побесится, пока я дома, потому что я когда уйду, я поняла, он спит целый день. Да? Котейка. Ага. Так что, если кому интересно, посмотрите этот Василек, этот Фаберлик, посмотрите, есть там интересные вещи, я вам хочу сказать, что я этим пользуюсь, и мне это нравится. Все уходовые средства Фаберлик мне нравятся, я тестю многие вещи, вам рассказываю или показываю. Вообще, честно говоря, Фаберлик очень качественная продукция, мне нравится она. Вот, ну, если вы это смотрите, значит, благодаря вам, тем, кто это смотрит, вот эти вот мои видосы рекламные, благодаря этим людям, вы даете мне возможность заработать какую-то копеечку сверх пенсии, чтобы мне хватало на жизнь. Ну, а кому не нравится, просто не смотрите, вот и все. Зачем писать вот это, вот опять Фаберлик, вот опять Василек? Ну, не смотрите, пропустите это видео, если вам прям так неинтересно. А я снимаю то, что считаю нужным снимать. Так, кекс, что ты тут мне устраиваешь? Вот это, при чем занавеска? Что ты к ней повесился? Я ее закрыла для того, чтобы не показывать в комнате там, что находится. Просто прикрываю здесь занавесочку. А вот этот вот котейка, он эту занавесочку сейчас на ней вот висит. Баловный ребенок. Вот этот котейка, баловный ребенок, он мешает мне срывать съемки. Занавеску эту теребит, открывает мне ее. Да? Ты что делаешь? Скажи всем привет, привет. Нет, не кусаться надо, а сказать надо всем привет, привет. Я кекс. Да? Кекс, я тебе сейчас сделаю внушение. Ты занавеску не трогай, пока я снимаю. Играйся там в комнате, у тебя полно пространства. Иди. Не любит на руках. Вот лежи и молчи. Непослушный котейка. Я ему внушение делаю, а он все равно продолжает по-своему. Ну ладно. Сейчас пойду почитаю еще ваши комментарии. Сейчас если там будут какие-то вопросы, то я приду и вам отвечу. Девочки, почитала я комментарии ваши. Вернулась я к тому комментарию и смотрю уже там несколько людей добавилось со своим мнением по поводу скучной жизни. И мне очень приятно, что есть люди, которые поддерживают меня и которые согласны, что должен быть какой-то островок отдыхающий. Потому что действительно очень много негатива и в телевизоре, и в ютубе. Ну люди снимают какие-то темы такие, знаете, вот скандалы, там ругаются или что-то такое, вот какой-то трэш. И все время на этот трэш смотреть, но иногда хочется отдохнуть. Я сама, когда смотрю дискуссии, по телевизору начинаются какие-то споры, друг друга перекрикивают, ругаются люди. Вот какой-то негатив, я от этого очень быстро устаю и переключаюсь, переключаю на какой-то другой канал. И мне гораздо приятнее смотреть, знаете, каналы и тех, например, блогеров, с которыми я отдыхаю, действительно, которые люди снимают свою настоящую жизнь, ведут себя в кадре, естественно, такие, какие они есть. И это гораздо приятнее смотреть просто обыкновенная жизнь, обыкновенного человека, допустим, да, который с вами разговаривает, просто вот так ведет беседу спокойно, и можно просто вот на этом канале, скажем, отдохнуть. Ну и вот я считаю, что это очень мне приятно, что мой канал, на котором люди отдыхают, просто слушают мою беседу, отвечают мне в комментариях, я им отвечаю в видео на какие-то там вопросы. Вот, ну, спасибо тем, кто меня понимает, вот за понимание, спасибо и за поддержку тоже, кто поддерживает меня, большое всем спасибо. И еще там один вопрос, это вот видео, как раз последнее мое вышло, это Фаберлик. Фаберлик, девушка задает вопрос, подойдет ли мне крем, какая у меня кожа, я ответила, у меня комбинированная кожа. Вот, девочки, если кто не знает, если у вас лицо стягивает, это значит кожа сухая, но если у вас лицо стягивает, ожирнеет нос, лоб, это значит комбинированная кожа, и нужно подбирать крема для комбинированной кожи. Тогда вам подойдет. Ну, вот этот вот крем Сеул и вот этот скатка, гель скатка, мне очень понравились, во-первых, ну, я уже сказала в предыдущем видео, что скатка, она, во-первых, очень легко наносится, легко она как бы вот это вот скрабирует, все это скатывается, отшелушивается, она легко смывается, не так, как скраб. С скраб, когда смываешь, чувствуешь, что вот эти вот крапинки, это вот это нужно все смыть, а там этих крапинок уже не остается, они то ли растворяются, в эту скатку превращаются, я не поняла, но очень легко наносится и очищает, освежает лицо, и сверху наносится вот этот вот розовенький такой крем, очень приятный, такое милое лицо такое, приятная кожа становится, мне понравилось. Это то, что я протестировала вам в предыдущем видео. Я обещала протестировать все, что я взяла, но кое-что я уже протестировала, а кое-что нет. Значит, что я вам хочу сказать, вот эти вот для пяточек, для стоп, которые пластыри, которые убирают токсины и окны, и в общем для пищеварения, там для всего очень хорошее, но одну ночь, вот первую ночь я налепила эти пластыри и продержала с 8 вечера до 8 утра, там 12 часов, я вам хочу сказать, никаких плохих ощущений у меня не было, то есть я боялась, что там насчет что-то там сжечь, печь или еще какой-то дискомфорт, не было никакого дискомфорта. Вот, так что я одну ночь продержала эти пластыри, следующую ночь тоже собиралась их там на 5 дней в упаковке, но я вчера, так как я собиралась перед сном их налепить, а уснула я раньше, чем положено, вообще в 7 вечера вырубилась, потом я и просыпалась, но я про них вообще даже не вспомнила, проснулась, что-то тут я водички попила и пошла легла раньше, дальше спать. Вот, но сегодня, если не забуду, я эти пластыри налеплю. Дальше я протестила вот эту вот помаду бесцветная, которая похудей называется, ну, как мне показалось, что действительно аппетита вроде нет, вот когда мажете, то губную, вроде аппетита нет, хотя это может быть совпадение, потому что я только один день попользовалась, и то я полдня даже была у дочки, поэтому пока еще рано говорить о каких-то результатах, но я еще буду ей пользоваться, в дальнейшем, и потом уже, если вот я почувствую, что-то какой-то дает эффект, ну, я скажу вам об этом. Еще я протестировала гель для душа, который цветок лотоса, вот этот вот бон. Хочу вам сказать, очень хороший гель, мало того, что он недорогой, он хорошо распенивается с первого раза, то есть даже второй раз мне не понадобилось его намыливать, вот, и очень хорошо пахнет, ну, в общем, такой приятный гель для душа, мне он понравился, хороший эффект. Ну, остальное пока мне тестировать не было времени, потому что я два дня подряд ездила к дочке, сегодня третий день я поеду к ней, ночевать я у нее не остаюсь, потому что, ну, и не хочу, и у меня животные здесь, у меня там чебурашки, которые, черепашки, чебурашками, так и хочется их называть. И тут котейка скучает без меня, дыхнет целый день, я прихожу, только тогда он просыпается, хотя я вчера пришла, легла, и он продолжал как бы и спать, ну, то есть, походил, походил, и так же лег, в общем, спал вчера весь день и ночь, поэтому сегодня проснулся в четыре. Что я сегодня снимать буду, что мне удастся даже сегодня снять, я не знаю еще пока. Ну, посмотрим, будет видно, что сниму, то увидите, мои дорогие. А, кстати, что касается крема, вот этого Сеул розовенький, я сегодня умылась и нанесла этот крем без катки, просто вот нанесла и все. И хочу вам сказать, нет ощущения стянутости, поэтому на вопрос, подойдет он для сухой кожи или нет, я думаю, подойдет, потому что у меня вот обычно стягивает вот щеки, вот эти вот места после умывания. Я его нанесла и прекрасно себя чувствует, кожа ничего не стягивает. Он как бы и питательный, и увлажняющий, вот два в одном получается, ну, приятное такое ощущение. Так что берите, я думаю, подойдет. Девочки, где я сейчас нахожусь? У дочки уже нахожусь. И вот такая вот импровизированная кухня, так как на кухне там сейчас уже электрик работает. А я решила в мультиварке приготовить соус из индейки. Морковку и лук я поставила на режим жарка. Добавлю потом индейку, картошечку, водичкой залью, и все это там будет, как соус, в общем-то, вариться. Вот мое семейство собирается на выход, а я тут готовлю. Поздоровайтесь, что ли. Доброе утро. Ну, Деннис занят, ему некогда. Так, ну, у меня тут что делается? Овощи у меня уже с индейкой, 10 минут на режиме жарка, пассеровались. Сейчас у меня чайник закипает, я заливаю туда водичку. Я высыплю туда картошечку. Водичкой залью. И, в принципе, можно посолить, все можно сделать, только зелень оставить напоследок. Закроем крышкой и поставим в режим сут минут на 40. Ну вот, девочки, соус готов. Сейчас сяду покушать, попробую. Как получился? Я думаю, вкусно получился. Очень вкусно. Я не стала дожидаться, пока мои вернутся, решила поесть. Чтобы тут уже вместе всем не толпиться, я поем, потом они. Очень вкусно. Не буду вас сильно дразнить. Тем более тут шумно, там штробят, там штробят. Ужас. Так что я выключаюсь пока. Ну вот, пришли. Подстригся, мой маленький. Все, стрижечка теперь у нас. Смотри, Даня, подстригся ты, покажи. Да, сбоку видно хорошо. Покажи, как ты подстригся. Все, подстригся теперь. Красивый такой. Красивый, да. Ой. Все, он уже навыбражался у меня на канале. Здесь уже не выображает. Все, мои хорошие девочки, еду я домой. В гостях хорошо, а дома лучше. Я хочу сейчас видео на этом закончить, так как я не выспалась и очень хочу спать. Сейчас приеду домой, буду отдыхать и потом буду монтировать это видео. В общем, ну такое вот видео получилось у меня. Больше болталка была с утра. Ну поболтать с вами тоже мне охота. А кому-то тоже охота послушать мою болтовню. Кому видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.